Прошла очистка моего чемодана и моего тела. Меня всю общипали, обтрогали, отсканировали, взяли тесты в лабораторию. Это терраса на крыше аэропорта в Бристоле. Смотрите, как классно. Это люстра из бристольского стекла. Не холодно. Вроде как плюс 7, но так чувствуется, как плюс 3, где-то так. Кишин чипс подарю. Можно я у тебя попробую? Да, берем. Ммм, рыбка шикарная. Пробуем картошечку. Превосходно. Очень такое шотландское блюдо. Слева направо. Пюре из картофеля, пюре из брюквы и знаменитый хаггис. Есть такая легенда в Шотландии, что хаггис это местный зверек. С мордочком как южа, с тремя ногами разной длины, чтобы лучше бегать в горах. Потому одни особи ходят по горам по часовой стрелке, а другие против. И до мне считается, что это блюдо бедняков. Его готовят из потрохов. Обычно баранихи. В ход идет сердце, печень и легкие. На мой взгляд, очень похоже на нашу домашнюю колбасу. У меня здесь баклажаны, лимончик, рыба к лимону. То, что я люблю. Грибочки и спаржа. Рыба фантастическая. Всем доброе утро. Добро пожаловать в Шотландию. Эдинбург. Вот так выглядит район, где мы поселились. Сейчас, наверное, еще нет восьми утра. Эдинбуржцы собираются на работу. Сейчас быстро, мигом покажу вам, какая у нас квартира. Это такой балкончик тут небольшой, но холодно. Вот центральная комната. Дети кашу едят. Здесь моя каша. Яички варятся на завтрак. Кухня. Дальше. Здесь спальня наша. Спит еще Леша. Вот центральный вход. Два санузла. В ванне перегорел свет. Здесь спальня детей. Ну, вот как-то так это все выглядит. Кровать такая. Впивался мне всю ночь какой-то железный там пруд. Ну, что поделаешь. Это спальный район Эдинбурга. Мы специально берем спальный район, чтобы прочувствовать себе, как живут эдинбуржцы, так сказать, почувствовать себя местными жителями. Что меня очень сильно удивило вчера, печально удивило, это обилие собачьих какашек на тротуаре, что, ну, практически нету в Англии, ну, в Бристере, будем так говорить. Сегодня у нас нет плана. Вообще мы еще ничего не планировали. Проснется наш вожак стаи, и тогда мы определимся, куда мы идем. У нас не было целью обойти за четыре дня все достопримечательности города. И этого в этом видео вы не увидите. Замок мы лично видели исключительно из очереди, и поняли, что это не наш случай. Лучше прогуляться по городу. Это знаменитая так званая Миля. Но не нравятся мне такие туристические места. Очень слишком много народу, движа. Хотя вот можно волынку послушать. Смотрите, в красную телефонную будку встроен банкомат, а с этой стороны, кстати, телефон. Не знаю, работает ли он. Работает. Зашли в кафе погреться. Смотрите, какие классные домики. Там всякие сладости, пирожные, кофе. Как xi, сезюма. Блебери? Блебери. Еще один. Сезюма. Сезюма. Сезюма? Сезюма. дети куда мы сегодня идем мы идем сегодня на вулкан в общем не сегодня настоящий почти поход а до вулкана ну прям рукой подать боже мой мы только в начале пути вообще есть легенда про трон артура это же дурактур что смертельно раненого артура привезли на эту гору и оставили его здесь и есть легенда что он жив и ждет времени часа когда ему выйти во всей своей красе к нам к людям есть еще одна легенда первого мая любая девушка которая придет сюда утром рано-рано и моется утренней росой сразу молодеет ребят ребят мы сделали это это еще не все у нас последний рывок совсем не так просто но здесь и народа никакого удовольствия что-то 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 Друзья, вы хотите снимать фотографию? Да, мы вернем. Спуск намного страшнее, чем подъем. Посмотрите вниз. Пошли в итальянский ресторанчик перекусить. Смотрите, как тут все итальянские знаменитости вместе. В итальянских ресторанах вся такие вкусные апперитивчики. Вот этот чесночный хлебушек. Пицца детям уже пришла. Вау. Спасибо, спасибо. И мне салат. Алешке паста с морепродуктами. Лен 14 фунтов за метр. Так, это хлопок. Чёрная, защитная, жёлтая. Замша. Это флис. Искусственная кожа в бахарами. Искусственная кожа. Так, вот они шерстяные ткани. Бетишвул 25 фунтов за метр. Пальтовая такая, салатовая. 25 фунтов за метр. Это твиды. Это тоже твиды. Такие все красивые. Особенно зелёные. Мне нравятся. Девять фунтов. Девять фунтов. Это всё полиэстер с вискозой, в лучшем случае. Вулл за 40 фунтов. Ну, а за девять вряд ли это вулл. Полиэстер, даже без вискозы. Полиэстер за 9 фунтов. Вот такой выбор, кстати, фурнитуры неплохой. Так, возьму такую. Смотрите, мы сейчас в магазине шотландской шерсти. 7 фунтов стоят акриловые шарфы. Эти стоят по 15. Чувствуется шерсть колюченькая такая сливка. А здесь тент с кашемиром. И он шикарный. Мне вот это нравится в бежевых оттенках. За 40 фунтов каждый. Или два за 75. Шикарно просто. Сейчас мы какие-нибудь себе подарочки выберем. Так, тут распродажа кашемирых свитерков. Вот за 65 фунтов. База, база, девочки. Надо брать базу. Вот ещё один, но без горла, видите. Этот 49 фунтов кашемировый. А можно я возьму шарфик и свитерок? Спасибо. Да что, ты меня так балуешь. У нас примерка. Ну, этот, конечно, прям большой на меня. Прям целое платье. Так, и вот такой вот свитерок. Вот этот вот надо брать. Ну, вот такой вот шарфик. На следующий день мы решили протестировать наши купленные новиночки. Такие пледы сейчас, видите, по 25 фунтов. Мне нравится вот этот вот. на классический такой print Burberry. Ну, ещё, может, вот этот и вот этот. И, я не знаю, и вот этот. Такой более шотландский вариант, правда? Это шапочки наши. Это нам они попали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не знаю, что позади за домом. Это мы где-то в центральном парке. Вот там вот видно замок. И здесь очень красивые цветы. Высажены. Прям клумбы такие вообще обалденные. У нас осталось буквально часа четыре до самолета. И мы решили посмотреть на эту красоту. Ну, пылесосы я, конечно, видела. Но чтобы вот так вот. Я так понимаю, что это газонокосилка. Точно, автоматически газонокосилка. Такого я еще не видела. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok